Мы занимаемся виртуальной реальностью. Собственно, виртуальной реальностью сейчас, конечно, никого не удивить. Но при этом, по факту, рынок пока только созревает и вообще мало понимает о том, что такое виртуальная реальность и дополненная реальность. И чаще всего вообще идет достаточно большая подмена понятий. Но при этом мы видим, как зрелость этого рынка растет, сам рынок растет, и технологии виртуальной реальности на самом деле становятся все больше интереса. Хотя, конечно, с точки зрения девелопенной стройки, дополненная реальность выглядит гораздо интереснее, потому что ее можно применять непосредственно на самой стройке. Виртуальная реальность – это все-таки что-то более такое про использование в офисе, в КБ, с точки зрения планирования, с точки зрения презентации, с точки зрения обучения, ну и, конечно, маркетинга и пиар. То, что пиар дорого, на самом деле, это большое заблуждение, это полная реальность, хотя каждый из нас вот смартфона пользуется, по факту становится достаточно дорогой. Потому что со смартфоном ходить на стройплощадки и смотреть как бы в дополненной реальности, где что у нас должно конспектировано, конечно, неудобно. Только у нас появляются вопросы с очками, с большими моделями, все это становится достаточно сложно организуемо. А виртуальная реальность в этом плане как раз выгодряется уже достаточно давно и появилась она, в самом деле, тоже достаточно давно. Появилась она в 85-е годы, в 85-м году прошлого века, именно как раз когда промышленность перешла с Кульмана на оппортирование в 3D. То есть, в общем-то, нефтегазовая компания уже использует данную технологию 20-30 лет, судостроения активно используют. Ну, я уже не говорю там про аэрокосмическую отрасль, которая, собственно, в общем-то, и была инициатором, чтобы эта технология появилась на рынке. С точки зрения строительства, да, какой вот основной акцент с точки зрения внедрения VR для именно как раз работы с конструкторской документацией, с BIM-моделями, в общем-то, с 3D-моделями. Это в том, что сейчас есть проблема, она особенно, там, явно, явно на больших стройках промышленных, например, возьмем нефтеперерабатывающий завод. Вот на таком проекте чаще всего выявляются на этапе стройки порядка 200 ошибок. Причем сейчас я говорю именно про эргономические, софт-ошибки, то есть, которые связаны с тем, что недостаточно было продумано монтаж какого-то оборудования, занос оборудования, удобство эксплуатации. И исправление таких ошибок на этапе стройки, это порядка миллиона рублей, на этапе эксплуатации, понятно, делает уже, там, десятки миллионов рублей. Собственно, как раз технология VR помогает избежать этих ошибок, как минимум половина, за счет того, что, используя технологию VR, мы окажемся внутри будущего объекта, и можем легко вот эти все вещи проверить. То есть, занести оборудование, проверить накалитель заноса, проверить, как это будет удобно монтировать, запускать, будет ли достаточно места, например, для людей, которые это будут заносить и монтировать. Ну и, понятное дело, эксплуатация с точки зрения, там, например, затвижек, вентилей или, там, доступности насосов для обслуживания. Наша компания как раз и занимается этой технологией, причем мы занимаемся уже достаточно давно, более 15 лет. Сейчас нашим продуктом является программное обеспечение, которое позволяет в виртуальной реальности открыть любую 3D-модель, в том числе BIM-формат. То есть, мы даем такой вот условный PowerPoint для BIM-модели VR, то есть, каждый, любой может этим воспользоваться. При этом, это сейчас как раз актуально, и поэтому часто ходили в Минцифру, это то, что это бонус в российское решение, то есть, это на российском 3D-движке, а не там Unity Unreal. Ну, вот здесь, там, техническое описание с точки зрения того, что это поддерживает и саппор-форматы, и BIM-форматы, и, в общем-то, достаточным функционалом обладает для виртуального прототипирования. С точки зрения того, где сейчас это применяется, ну, понятное дело, что это применяется в первую очередь, там, образование, техническое образование. Сейчас инженерные школы появляются, там, как бы, скажем так, обучаются кадры, да, которые потом эти используют уже непосредственно в промышленности. Ну, и само машиностроение и строительство. С точки зрения пользователей сценария, то, собственно, здесь руководитель проекта получает, по факту, вот эту вот BIM-модель, например, она приходит там в FSC-формате. Он открывает его в шлеме VR, и в виртуальной реальности, по сути, своими ногами на уровне своего роста перемещается по этой модели, и руками смотрит, насколько удобно будет те или иные операции выполнять. В случае, если он находит какую-то вот такую вот ошибку, он понимает, что это будет недостаточно удобно, он в это виртуальное пространство подключает коллег, партнеров, там, заказчика, например, там, эксплуатанта для того, чтобы свериться с ним. И плюс, и имеется возможность туда подключить, в том числе, например, инженера, для того, чтобы с ним обсудить, как это будет исправлено. С точки зрения того, как это применяется, ну, например, «Газпромнефть» уже достаточно использует давно, уже порядка пяти лет, как раз для задачи проектирования, да, потому что, ну, известно, что «Газпромнефть» свой инженерный отдел, который проектирует заводы, и, соответственно, они имеют возможность дистанционно, там, Омск, Тюмень, Питер, Москва, провести приемку, провести анализ вот этой вот 3D-модели будущего здания. И таким образом проверяют. Плюс, сейчас, в том числе, это, например, авторский надзор, используется подключение к календарному плану, к статусам, то есть, когда из офиса можно посмотреть относительно того, что сейчас происходит на этапе строительства. Сенар, транспортные машины, используют для проектирования, например, там, «Ласточек». Центр технологии суда с ремонтом, для проектирования и строительства судов, для анализа верфей, и, в том числе, например, для анализа эвакуации, и в случае, например, там, пожара. Наринфо-системы, они используют для визуализации, презентации, например, на выставке, они производят достаточно большую номенклатуру различных изделий. С точки зрения, вот, как раз, дополненной смешанной реальности, на Кировском заводе делали пилоты, где слезарь надевал, собственно, очки смешанной реальности, видел реальный масловак и видел, наложенную виртуальную копию. При этом, как будто у него руки свободные, у него перчатки, он может запускать следующие этапы и видеть подробно, визуально, объемно, какую операцию ему нужно выполнить. Собственно, почему пилотно? Потому что, конечно, масштабирование, когда стоимость очков полмиллиона рублей, это достаточно такая сложная история, не все, как бы, готовы хрупкое устройство за полмиллиона носить на голове. Но, как мы и видим, сейчас рынок активно по направлению смешанной реальности развивается. Есть надежда, что через пять лет такое устройство появится. Ну, может быть, сейчас какие-то там менее дорогие устройства начнут все-таки появляться. Мы, соответственно, используем сапро-ядро. Мы используем C3D-ядро. Это то, которое, соответственно, разработано Ascon, то есть оно находится в компасе. Оно используется на накатах, в общем-то, русским, российским сапром. И как раз позволяет нам читать сапро-форматы напрямую. Сейчас мы пока используем сапро-ядро чисто под импорт, но вообще планируем развивать интеграцию с точки зрения того, чтобы в виртуальной реальности можно было, опять-таки, менять именно твердотельную модель, что может быть, например, в строительстве актуально, такие запросы хоть и редко, но появляются. Например, в VR мы видим, что, например, проход у нас дверной достаточно высокий, или окна достаточно высоко, чтобы можно было это менять из VR, пересчитывалось, чтобы это автоматически, и мы сразу могли понимать, что у нас в итоге получится. Ну и плюс сейчас это в дизайне начинают применять, с точки зрения концептуального дизайна, эскиза, например, в машиностроении. С точки зрения коллективной работы у нас все работает без облака, это как раз требование по сути отрасли, потому что в основном такими решениями сейчас внедряют корпорации, хотя, в общем-то, и есть из девелопмента клиента, но облако, увы, распространяется пока достаточно слабо, поэтому наше решение, оно не требует интернета, работает в закрытых локальных сетях с точки зрения коллективного многопользовательского использования, и при этом еще к тому же не передает на какую-то третью сторону информацию. Сейчас мы активно внедряемся в различные ПЛМ и ПДМ системы, это с точки зрения, наверное, больше удобства использования, ну и возможности подхватывать на лету атрибуты, метаданные, статусы, календарный план, непосредственно сразу из системы, в которой уже работает предприятие. То есть в данном случае вот сейчас у нас есть интеграция с Тинцентром, сейчас ведем интеграцию с Павел Бимом и Готсманом, то есть это означает, что внутри этой системы появляется кнопка VR, которая позволяет выбранную сборку запустить напрямую сразу в шлем виртуальной реальности. Ну и сейчас вот начали заходить еще в сторону тренажера, сделали визуальное программирование, то, что может быть актуально, конечно, для задач тренажеров. Ну и как это выглядит с точки зрения стройки, то есть вот мы, например, загрузили модель из AFC формата, и вот в виртуальной реальности так вот можем перемещаться, можем взаимодействовать с различными объектами, перемещаться по лестницам, и при этом это будет все на уровне головы. То есть здесь не нужно обладать пространственным мышлением, быть, условно говоря, конструктором, инженером, и все хорошо понимать. Достаточно быть опытным строителем, который на стройке хорошо ориентируется и, соответственно, может сразу видеть такие ошибки. Но реально, по факту, на больших проектах, когда мы первый раз приезжаем и показываем возможность перейдем загрузить свою модель, то есть при нем мы ее загружаем, он надевает шлем вирт, и по факту сразу находят такие ошибки, которые вот просто клавиатурой мышки покрутить на модели не найти. Но это, я говорю, это те, как бы, эргономические ошибки, которые, ну, по факту система не обнаружит. Есть поддержка загрузки облака точек, то есть лазерного сканирования. Это вот реальный кейс, где отрабатывалась в виртуальной реальности ситуация, когда были залиты бетонные колонны некорректно, то есть они там, по-моему, выше 5 метров, и наверхушке у них отклонение на 5 сантиметров, а сверху металлоконструкции. И, собственно, в вирре отрабатывали, что будут делать в этой ситуации, как будут эту металлоконструкцию крепить. То есть, понятное дело, что саму коллизию легко обнаружить с помощью системы, и это все подсветить. Ну, и плюс, понятное дело, это презентация, то есть, например, на Московый Urban Forum департамент строительства Москвы презентовал, здание Класта Ломоносова видео запустилось. И плюс, например, сейчас делаем фотоэлистичную графику. Это для презентации квартир, презентации различных застроек, и это достаточно быстро получается на основе моделей, ну, архитектурных моделей, или даже на основе планов каких-то фотографий можно вот такую быстро 3D-модель собрать, и ее в VR, соответственно, возможность продемонстрировать. И сейчас, на самом деле, говорил по поводу образования. Образование — это тот рынок VR, где сейчас активнее всего он внедряется. Почему? Потому что это инструмент, который востребован с точки зрения как раз подготовки будущих конструкторов, инженеров и специалистов для отрасли. И здесь это возможность виртуальной реальности показать различные виды оборудования, турбин, систем, здания, оказаться на заводе, или, например, даже оказаться на атомной станции. И в этой школе внедряются с точки зрения различных точных наук, с точки зрения биологии, физики, химии, когда возможность продемонстрировать макет того, чего в школе нет. Например, Вишмифи уже 4 года выпускает магистров, которые обучаются в BIM-моделировании, обучаются в программировании, обучаются в VR. То есть их выпускной работой является созданный тренажер под виртуальную реальность и непосредственно под задачей РосАхо. Спасибо. Слушайте, продукт классный. Но интеграция, смотрите, у компании Autodesk, которая из недружеской нашей страны, есть прекрасный продукт вред, VR-ID, который прекрасно интегрирован с Revit, который, насколько я сегодня слышал, это просто стандарт индустрии, все им пользуются. В чем кардинальное отличие? Почему вы явно начали разработку всего проекта до этой ситуации? В чем была кардинальная логика? Согласен, VR-ID это один из наших конкурентов. В общем-то, в Автобазе он как раз сейчас является нашим конкурентом, потому что Автобаз продолжает им пользоваться нелегально. Ну, наверное, на VR-ID это просто хорошо ориентироваться. В чем наши плюсы? Ну, во-первых, все-таки VR-ID это достаточно сложная, дорогостоящая система. Очень сложная, очень дорогостоящая. И в России, на самом деле, мало где применяется. То есть, на самом деле, я очень удивлен, что вы про нее знаете, потому что она, на самом деле, знаете, в чем еще дело? Автодеск ее перелетировал вообще-то больше на вообще киношную индустрию сейчас. Ну, я, насколько видел, они больше еще позиционируют как моделирование автомобиля. Да-да-да, то есть это чисто под автомобилестроение. То есть под услугестроение оно не подходит, под строительство оно не подходит, оно тяжело работает с BIM-моделями, с тяжелыми моделями. Ну, и, в общем-то, на самом деле, там, с точки зрения VR, у нас поддержка шлема VR появилась раньше, чем у них. Потому что мы поддерживаем профессиональные индустрииционные системы, на которых, собственно, они выезжали изначально. Мы, как бы, сразу под них ориентируемся, потому что мы стартовались за работу в 2015 году. И, в общем-то, ну, цель была сделать конкурента VR, и мы успешно продавались в Европе в судостроение, потому что там VR совершенно не подходил. Потому что там другая совершенно, скажем так, архитектура систем, которых они используют. Ну, и, конечно, универсальность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова